Бывший заместитель генпрокурора, соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе считает, что сегодняшнее появление записи разговора экс-президента Петра Порошенко и экс-вице-президента Джо Байдена является акцией по дискредитации Байдена как участника президентских выборов в США. Об этом Сакварелидзе во вторник, 19 мая, написал на своей странице в Facebook. Опять Украина залезла уже руками КГБшника Деркача, близкого друга Луценка, кстати, и продажного прокурора Кулика в международный скандал, связанный с предвыборной дракой двух кандидатов в президенты США. Украина показала, что тут все можно слить и купить, даже конфиденциальные разговоры лидеров стран. Это, конечно, сильно внушает доверие, заявил Сакварелидзе. По его словам, данный слив является медиа-атакой, направленной на Джо Байдена, который является конкурентом Дональда Трампа в президентской гонке, и который, как думает Сакварелидзе, может им стать. Скорее согласованно с Джулиани, им в принципе пофиг и на Деркача, и на Кулика, главное ударить по конкуренту. И с каким осадком лидер США будет смотреть на наши проблемы после всего этого срача? Сами добиваемся того, чтобы нас считали pain in the ass или black hole in Europe, можно перевести как боль в заднице и черная дыра Европы, резюмировал бывший зам генпрокурора. Аудио показывает, что Украина находится под плотным внешним управлением за стороны американцев, которые контролируют множество ключевых вопросов от снятия неугодного генпрокурора Виктора Шокина до назначения нового Юрия Луценко. Становится очевидным существование института, смотрящих от США в ключевых ведомствах страны, например, в Генеральной прокуратуре. Также интересно, что заместитель Обаму лично курировал вопрос, чтобы коммунальные тарифы для украинцев выросли. А Порошенко радостно отчитался, что даже перевыполнил этот план. Сам тон украинского президента на записях предельно красноречив. Каждое общение с Байденом больше напоминает отчет подчиненного перед начальством. Вице-президент США задает вопросы, а украинский лидер развернуто и подробно отвечает. Это явно не диалог равных, хотя по статусу Байден формально вообще ниже Порошенко. Также США активно участвуют в согласовании кандидатур на пост премьер-министра страны. Вписываются за лояльных к ним членов Кабмина и напрямую руководят процессами, связанными с банковской системой страны. В партии «Европейская солидарность» пятого президента Украины Петра Порошенко подчеркнули, что записи якобы разговоров Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом сфабрикованы и направлены на то, чтобы искусственно втянуть Украину в американскую избирательную кампанию. Украинский журналист Дмитрий Гордон в обращении на своем YouTube-канале заявил, что интервью с депутатом Госдумы Натальей Поклонской и Игорем Геркиным-Стрелковым были сделаны в сотрудничестве со спецслужбами Украины. По его словам, заклеймившие его позором за эти интервью являются «недальновидными, необразованными, непонимающими людьми». Для понимающих и умных, говорю официально, интервью были сделаны в содружестве с украинскими спецслужбами. Никто ранее не допрашивал Поклонскую и Геркина относительно измены и преступлений, которые были совершены с участием этих людей на территории Украины. Флешки с материалами интервью находятся в Гааге и станут свидетельскими показаниями на процессе по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой буйни на Донбассе, заявил Гордон. По его словам, за интервью с Поклонской он получил благодарность от Генеральной прокуратуры Украины за помощь в стране. Гордон также потребовал от бывшего президента Петра Порошенко извиниться за критику в свой адрес. Не забыл Дмитрий Гордон и об активистах, которые пришли под его офис с требованием прекратить брать интервью у таких персон, как Игорь Гирген. Также активисты требовали, чтобы на Дмитрия Гордона открыли уголовное производство. На это он заявил, что у этих активистов есть время ровно до утра 19 мая, чтобы стереть все надписи на асфальте перед офисом и на его вывесках. Также Дмитрий Гордон требует извинений от тех, кто его постоянно поливает грязью за его интервью. Более того, заместитель генерального прокурора Гюндус Мамедов, который является куратором уголовных дел по Крыму и Донбассу, выразил Дмитрию Гордону благодарность, заявив, что материалы интервью действительно будут использованы в суде как признательные показания Поклонской и Гиргена. Поклонская прокомментировала заявление Гордона на своей странице в социальной сети ВКонтакте. «Я думала, он серьезный журналист, но оказывается, он всего лишь спецагент службы безопасности Украины. Кем только не назовешься, чтобы выжить в сегодняшней Украине. По поводу флешки для ГААГи, не торопитесь, я еще не все рассказала», заявила она. В свою очередь Гирген заявил, что если Гордон действительно участвовал в этой спецоперации, то его поступок можно было бы расценивать как какую-то истерику. «Слова о флешках, отправленных в ГААГу, звучат смешно, поскольку «я не сказал ровным счетом ничего, чего не говорил до этого на других площадках», заявил он. Гирген также предположил, что интервью с ним могло ускорить открытый конфликт между двумя группировками, которые дерутся за власть на Украине. Думаю, что этим интервью Дмитрий Ильич решил те задачи, которые в том числе ставил я. «Он кинул гранату в тихий омут», сказал он. Фракция «Голос» будет собирать голоса за отставку Максима Степанова с должности министра здравоохранения. Об этом заявила депутат «Голос» Александра Устинова во время выступления в Верховной Раде. «Нам лгут об очень страшном преступлении. Два дня назад министр здравоохранения Максим Степанов, которого уже все окрестили Максим Костюмов, нам в очередной раз солгал. Вы все услышали, что к нам приехали костюмы. Их будут развозить по Украине, по медикам. Я вчера была на таможне, не приехали костюмы. Вместо 72 тысяч костюмов приехало 29 тысяч. Нам просто врут в лицо в то время, как в Украине каждый день 100 медицинских работников инфицируются ковидом. Вчера начались забастовки в Харькове огромные, когда медики выходили и говорили, нам нечем себя защитить. Те, кто сейчас находятся не в центральных областных больницах, а в районных, у них нет ничего. Министерство здравоохранения сегодня фактически совершает преступление. По мнению депутата от «Голоса» этим, Минздрав массово уничтожает медиков. Устинова заявила, что министр Максим Степанов ворует и убивает. «Мы все сейчас должны поднимать вопрос замещения министра здравоохранения. Сегодня фракция «Голос» начнет собирать подписи за то, чтобы этот человек ушел с должности. Я призываю подписаться под этим постановлением. Если вы не подпишетесь под ним, вы станете соучастниками этого преступления», – подытожила Устинова. В воскресенье министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в Украину прибыл груз одноразовых костюмов, биологической защиты, и 18 мая защиту начнут передавать больницам во всех регионах. При этом партию костюмов закупили еще в конце апреля. Министерство здравоохранения 17 апреля подписало договор с МИДИФ на поставку свыше 70 тысяч китайских защитных комбинезонов на общую сумму 34 миллиона 870 тысяч гривен. Цена одного – 488 гривен. Заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова заявила, что министерство якобы было вынуждено самостоятельно выйти на рынок, потому что закупочное предприятие приобрело не те костюмы. За три дня до этого государственное предприятие «Медицинские закупки Украины» договорилось о закупке 90 тысяч костюмов отечественного производителя «Текстильконтакт» за 22 миллиона 50 тысяч гривен. Цена одного – 245 гривен. Шаталова утверждает, что эти костюмы не отвечают стандарту 14126 – одежда защитная, защита от инфекционных агентов. «Даже сам производитель признает, что эти костюмы не подходят для защиты врачей-анестезиологов, инфекционистов и терапевтов, которые лечат больных первой линии целый день одеты в защитные костюмы», написала замминистра. В Белоруссии может повториться украинский сценарий, «поэтому России нужно быть готовой к неожиданному свержению Александра Лукашенко», с таким заявлением выступил эксперт Центра военно-политических исследований Михаил Александров. «Москва должна иметь четкий план действий, если в Минске начнутся массовые протесты с целью свержения Лукашенко», уверен эксперт. Он не исключил дестабилизации внутриполитической обстановки в Белоруссии в момент транзита власти. Александров призвал Кремль формировать пул пророссийских политиков, которые в случае обострения ситуации смогут взять бразды правления республикой в свои руки. «Мы не должны тут свой шанс упустить», сказал политолог в эфире YouTube-канала «Политвера». Пока Лукашенко у власти, Москва не может эффективно влиять на ситуацию в Белоруссии, считает эксперт. Вразумить батьку можно только экономическими методами, полагает Александров. В начале августа в Белоруссии пройдут очередные президентские выборы. Прозападная позиция также намерена принять в них участие. Оппоненты Лукашенко утверждают, что в случае победы он решится на тесную интеграцию с Россией. В России очень переживают за Белоруссию, боятся, что Помпео мог заманить бедного Александра Григорьевича Лукашенко в свои американские сети, обмануть, оторвать от России. Не переживайте, Лукашенко прекрасно знает ошибки Януковича, главная из которых, что он поверил США и ЕС. Лукашенко знает, в чем американский план для Белоруссии. Это понемногу оттянуть Белоруссию от России, понемногу подтянуть своих во властные структуры, а потом в какой-то момент свергнуть его примерно по украинскому сценарию, далее арестовать и судить публично, придумав ему множество преступлений, унижать его, сыновей его загнобить или заставить, чтобы они предали отца и прокляли его как диктатора, написал российский политолог Сергей Марков. Поэтому продолжил он, Лукашенко не верит, Помпео совсем, Помпео для него лютый враг, такой же, как мечтающие подчинить Минск, Варшава и Вильнюс. Батька даже знает, кто в Белоруссии главный агент этого Помпео и Варшавы. Это люди с фамилией, похожей на мою, и не убирают их. И чтобы позлить Москву и соображение, что лучше иметь под боком известного резидента врага, чем его арестовать, а потом не знать, кто будет новый резидент. При этом, по мнению Маркова, Лукашенко знает, что за широкой спиной братской России он может себе позволить и поулыбаться с врагами. Тем более, что знает, что за его спиной не только поддержка России, но и поддержка своих избирателей. Он даже думает, что на открытых выборах мог бы победить и в России. Все это он знает, но договариваться приедет не к Помпео и не в Варшаву, а в Москву. И договориться, убежден Марков. Впрочем, некоторые эксперты считают, что Лукашенко заручился благословением Запада на новый президентский срок. Для американцев гораздо предпочтительнее батька, чем условный ставленник Москвы или вхождение Белоруссии в состав России, заявил политолог Кость Бондаренко. «Газпром» приступил к проектно-изыскательным работам по силе Сибири-2. Газопроводов в Китай через территорию Монголии. 27 марта Владимир Путин поручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру проанализировать этот вариант прокладки маршрута. Исследования включают разработку техника экономического обоснования, проведение проектно-изыскательных работ и формирование ресурсной базы. Все эти работы «Газпром» планирует завершить уже в текущем году. Концерн на всех порах входит в новый мегапроект. По мнению аналитиков, его стоимость может достигать полутора триллионов рублей, и на строительство уйдет 4-6 лет. В начале мая следовательская служба Конгресса США подготовила для законодателей доклад об эксплуатации газопровода «Сила Сибири». В нем указывается, что российско-китайское сотрудничество, необходимое для функционирования газопровода, не сулит ничего хорошего как США в целом, так и их отношением с каждой из стран. Авторы указывают, что дальнейшее взаимодействие России и Китая в сфере энергетики может привести к потерям экспорта американского сжиженного природного газа. Какая судьба ждет «Силу Сибири-2» и выиграет ли от нового газопровода Россия? «Госкорпорации обожают глобальные проекты, им чем крупнее и длиннее, тем лучше», отмечает президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич. Надо лишь утвердить проект, а потом можно долго тратить деньги. Тем более на выходе неизвестно, кто будет заканчивать «Силу Сибири-2». В случае с «Газпромом» неплохо учитывать прошлый опыт. Миллер все-таки два десятка лет руководит корпорацией и многократно подобные проекты реализовывал. Если их проанализировать, то окажется, эти проекты зачастую не учитывали технологические тренды и геополитические риски, что очень сомнительной была торговая и инвестиционная политика компании. В результате «Газпром» внес гигантские финансовые затраты и влезал в колоссальные долги. Если учитывать эти моменты, многие проекты «Газпрома» вызывают вопросы. И больше всего вопросов, понятно, вызывает «Северный поток-2», стоимость которого оценивается почти в 10 миллиардов евро. В России газа много, по его добыче нет ограничений, как по нефти, добывай сколько хочешь. И у нас есть промышленность внутри страны, которая нуждается в газе. Но что-то не слышно, чтобы «Газпром» проявлял инициативу и использовал свою ресурсную базу, чтобы помочь другим отраслям. Если кто-то в России захочет провести себе газ, он должен платить и очень дорого. Из обнародованного в январе Минфином КНР текста соглашение следует, что Китай в рамках первой части торговой сделки с США должен увеличить закупки американских товаров в ближайшие два года на 200 миллиардов долларов. Китайцы этого не очень хотят, плюс теперь США обвиняют Китай в распространении коронавируса. Это стратегическая линия противостояния Пекина в Вашингтон очень надолго, фактически это холодная война. И ясно, что стороны будут торговаться, каждый год будут какие-то переговоры. Так вот, совершенно точно Россия в этом торге будет разменной картой. Замечу, как раз один из пунктов торгового соглашения Китая-США – это обязательство китайской страны закупать американский газ. Не факт, что Китай возьмет на себя обязательство покупать газ, поставляемый по силе Сибири-2, а значит мы опять рискуем оказаться в зависимой роли.